Как заменить ремень ГРМ на Вольцваген Гольф? Интересно? Смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет! Меня зовут Виталин. И в этом видео я расскажу, как заменить ремень, если у вас Вольцваген Гольф с бензиновым двигателем. В принципе, я не думаю, что вам нужно рассказывать, как снять старый ремень и прикрупить ролик натяжения ремня ГРМ. И перед тем, как поставить ремень ГРМ, вы убеждаемся, что звездочка, на которую цепляется сам ремень, в нормальном состоянии, не имеет повреждений, заусенец и явных винивых дефектов. Новый прикрученный ролик имеет хороший ход и не имеет посторонних звуков. Далее, еще раз убеждаемся, что все шкивы выставлены по меткам, что означает, что первый цилиндр находится в максимальном высоком положении и метка трамблера выходит на первом цилиндре. После этого берем ремень и плотно вставляем в зубья нижнего шкива. И уже от нижнего шкива натягиваем на верхний шкив. Понимая, что ремень должен встать на зубья с максимальной натяжкой. Далее, если нет максимальной натяжки, либо по вашему виду не произошло, мы берем ключ и прокручиваем верхний шкив для полного натяга приблизительно в одну минуту. И уже после этого, так скажем, нижнюю часть ремня надеваем на натяжительный ролик ГРМ. После этого еще раз убеждаемся, что с обратной стороны шкива ремень натягнутый должным образом. Далее, все очень просто. По чашевой стрелке мы натягиваем натяжной ролик, чтобы ремень с максимальным охватом прилягал к верхнему шкиву. И уже после этого с небольшим напряжением подкручиваем гайку самого ролика ГРМ. Далее, с помощью специального приспособления, или если вы такого не имеете, можете взять отвертку и прокрутить ролик по часовой стрелке. И уплотняем гайку до плотного затягивания, дабы ролик не мог вернуться назад. В этом варианте вы должны помнить, что переусердствовать натяжением ролика вызовет дополнительный ускоренный износ как ремня ГРМ, так и шкивов, так и самого ролика ГРМ. После этого вы убеждаетесь еще раз, что ремень ГРМ не имеет чрезмерной натяжки, либо чрезмерного ослабления. И уже после этого мы намертво затягиваем ключом сам ролик ГРМ, что даст при затягивании дополнительное натяжение, которое будет приблизительно в тех нормах, в которых должен быть сам подтянутый ремень. После этого, убедившись, что ремень со всех сторон имеет одинаковое натяжение, обращаем внимание на метку первого цилиндра на трамблере. И при потребности смещаем ее. После этого контрольно удостоверяемся, и как плотно лежит ремень на нижнем и верхнем шкиве. В принципе, на этом вся процедура и заканчивается. Иногда, при большом желании, можем прокрутить один-два раза двигатель за верхний шкив, дабы убедиться, что шкивы не сошли с меток с ремня ГРМ. Что позволит в дальнейшем безопасно запустить двигатель и не иметь дополнительных никаких проблем в дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля. Так что, если эта информация была вам полезна, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока и до нового видео! Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.